Тебя, дорогой Николай, я тебя поздравляю с твоим днем рождения, поздравляю. Да, спасибо, конечно. Я тебе хочу пожелать по-настоящему творческого долголетия, потому что ты неординарный человек. Потому что ты всегда такие интересные вещи делаешь, создаешь, изобретаешь, соединяешь людей, развиваешь всякие науки. Ну, скажи мне, что у тебя на сердце сегодня, в твой день рождения? Ну, у меня на сердце сегодня одни приятности. В Zoom немного поучаствовали, друзья поздравили. Ну, там были небольшие технические неполадки, куда деваться, там справиться не могли. Значит, ну, чай попили, как говорится, с друзьями. Понятно. Запусили, так что у меня настроение хорошее. Понятно, друзья такие же молоденькие, как ты, правда? Ну, конечно. По сравнению с вами. Ну, конечно, конечно. Слушай, Коля, знаешь, у меня как раз-таки сейчас будет вебинар 22-го числа, 20 часов по Москве. Я тебе сейчас в подарок пришлю вход туда личный, чтобы ты мог туда войти. И мы все будем омолаживаться, и будем еще моложе и моложе и моложе. Ой, ой, как это нам требуется? Мне всего 61 годик, как говорится, и, честно говоря, омолаживаться-то мне не хочется. То есть я себя хорошо в своем возрасте чувствую. Не, я понимаю. Ты видела, в прошлое мы показывали, как надежда омоложения 80 лет. Вот это не помешает. Личний вес, он никому как бы не в радость. Слушай, Коля, я тебе еще раз поздравляю. Ты мой любимый друг, потому что ты мудрец. Ты мудрец, и много у тебя энергии. И поэтому еще раз тебе желаю творческого долголетия. Творческого долголетия. Потому что от нас, между прочим, от людей, таких как ты, я и другие друзья, которые мыслят, думают, созидают, зависит наше будущее. Будущее наше личное, наших детей, правнуков и вообще всех следующих поколений. Потому что сейчас наше общество, потребители и пользователи, как их воспитывали всегда, людей обычно. А сейчас надо вот как раз, чтобы все развивались как создатели. У меня к вам просьба есть. Я вот хотел соединиться как бы втроем тоже. Вот вас, старинный друг прочим, Валерий Рудольевич Хилтонин, как говорится, вот тоже можно... Привет, бороду его показать сюда. Да, да, да. Но я хотел, чтобы вы нас научили, как правильно организовать домашнюю студию. То есть меня в первую очередь. Может, Валера уже умеет, потому что у меня технические средства в одном месте есть. То есть два ноутбука, один новый, один старый. Там смартфон нормальный. А вот умение работать, это в YouTube-канал. Ты у кого об этом спрашиваешь, Коленька? Ты у кого об этом спрашиваешь? Нет. Я знаю, что вам помогают Орлов, Наташа помогают. Влад, Наташа. Знаю, знаю, знаю. Мне там надо, конечно. Я считаю, что нам без домашней вот такой хоум-студии, вот общение. Потому что я сегодня заблудился. Ну, у меня же в Казахстане были помощники, как бы там в университете. Ребята молодые, они организуют всю техническую поддержку. А сюда я приехал, вот, ну, недавно вернулся. Значит, надо самому все осваивать. Ну, постепенно все это будет. Но, как бы, это... Слушай, я тебе хочу сказать, Коленька, мне помогает и Влад Орлов, конечно, и Федор Макаров помогает. Мне, конечно, помогает и Константин Михайлов. Мне, конечно, помогает очень много добровольных помощников. Ну, вот, извините. Потому что у нас школа, чем будущего хомо-футуруста. У вас не надо где-то поучиться, потому что вы за эти годы... Там сотни тысяч людей из разных стран. Конечно, они все готовы помогать. Но представляешь, есть вещи такие, которые вот... Ну, вот, например, я чисто в этой технике тоже плохо разбираюсь. У меня нет таких помощников, которые сидят, меня тут все время ремонтируют, выдают наши сайты, этих стран. Нет такого. Это у всех людей такое впечатление возникает. Что тут сидит фирма, компания, команда, какой-то институт. Да, и они все, команды работают, дают матери... Да нет, это мы делаем так добровольно, все от души просто. Ты представляешь? И это большой пример самоорганизации людей нормальных, которые хотят созидать будущее. Если я пофис, против, мне все это помогут. А вот в самаших условиях у меня пока еще не отражено. Вот это проблема только. Ладно, короче говоря, я думаю, найдется доброволец-помощник, который вступит с тобой в контакт и даст тебе советы. Я думаю, да. Научиться надо, научиться, ага. Да-да, научат тебя. Я думаю, тебя научат, потому что мы сейчас будем, кстати говоря, на вебинаре о омоложении сверхобучаемостью, сверхспособности, сверхпамятию. Вместе с тем, что он омолаживается, потому что вообще-то там будет суперконтенсивно. Так, вебинар будет 20 часов 22-го числа, правильно? Да-да-да-да, я тебе бесплатный вход пришлю, лишний вход, потому что всем участникам, всем участникам почетным, да, всем участникам почетным, там у меня целый список, да, я им посылаю в подарок бесплатный вход, вот потому что они активно участвуют в нашей школе, обмениваются опытом в Фейсбуке в группе, ВКонтакте в группе, Школа Человек Будущего, Homo Futurus. Ну, мы же с тобой там обменивались опытом. Ты говорила о том, что надо сделать научную школу, давайте так, да, творческую студию, научную школу Homo Futurus. И мы через это давали несколько... Вот давайте творческая школа, как бы научную школу, школу Homo Futurus, Человек Будущего, Человек Творческий, Человек Интеграционный, Созидательный, Человек Космический. Вот над этой концепцией я с вами готов хоть сутками работать. То есть это Школа Человек Будущего, Homo Futurus, это творческая студия научной школы Homo Futurus. Да? Ну, да, да. То есть мы с вами договорились, но концепция же это как бы дело такое, долгоиграющее, даже там есть некие философские как бы аспекты, нюансы. Поэтому мы это отдельно с вами поговорим. Сегодня грузиться не будем, сегодня у меня день лёгкий. А человечность вот у нас Надежда Бабайлова, она сформулировала, наш участник школы, она сформулировала, она сказала, ну вы же сами сказали, человечность – это Созидатель. Скажите, пожалуйста, вы не против специальный такой этот вебинар вот к 4 марта тоже, именно посвящённый как бы развитию научной школы и методологии «Ключ». Специальный такой, ну, вебинар, который посвящён именно развитию, подведению неких итогов, инвентаризации и одновременно план мероприятий, там, прогнозирование некое, куда будем развиваться на перспективах. Это ты, Алла, верди мне в честь того, что я тебя с нею брошу. Ну да, да, обязательно. Говори, что по-моему я брошу. Я тебя обнимаю, Голенька. Я тебя обнимаю. До встречи. Да, до встречи. Да, очень, Ольга, спасибо огромное за поздравление. Спасибо. Да, всё-таки будем омолаживаться. Да, обязательно. До связи. До связи. И наш друг Ноябрь Бейбург, который академик, который академик... Вы ему сами позвоните. Он просто увлёкся преподаванием там среди студентов. Вы его попросите по-дружески сами. Да, я его прошу, потому что он получил какую-то новую благодарность. Я его поздравил. Там вот какой-то, ну, Всемирная Академия. Он тоже, он же такой у нас, такой маститый учёный. И мы гордимся ими. И Ноябрю привет большой, да. И я его всё время агитирую. Давай свою теорию, что люди произошли из света. Расскажи на ролике у нас, чтобы мы вместе поговорили о твоей теории. Ну, давай так. Это... У него там собственная специфическая концепция. Надо разговаривать лично при встрече с ним. А наша концепция, которая касается там психофизиологии, управления там, кибернетики, стоит не менее интересная. Хорошо, хорошо. Но я думаю, что мы все людям нужны. Потому что... Ну да, как и всякий человек, который мыслит и созидает. Обнимаю. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Пока.